Начинаем передачу для младших школьников. Надежда Надеждина. Первый барабанщик весны. Из сказок Деда Аука. Эй, действующие лица, сказка начинается, пора появиться. Сказочный хозяин леса Аук. Тут я. Без меня ничего не получится. И я прилетела, еле успела. И сынишку привела Тук-Тука. Покажи-ка мне его, ну-ка. Какой взрослый у тебя ребенок. А олененок? Где олененок? Я пришел сам, без мамы. Большачок из синячей стаи веселые бродяжки. Я тут, я рядом. Так, еще мне сороку для сказки надо. Вот я, сорока, прилетела к вам в сказку точнехонько к сроку. Мухоловка-пеструшка, горе-хвостки, вертишейки и прочие птицы, те, кто в дуплах гнездится. Вы, кто в дуплах гнездится? Ладно. Ну что ж, время действия давным-давно, когда дятлы жили не в дуплах, а в гнездах. И не было у них красного пятна на затылке, длинных клювов носов, цепких когтей, как сейчас, тоже не было. А было вот что. Слышите? Слышите, это стучит дятел. Он обедает, выискивает жуков и личинок, спрятавшихся под корой. И сегодня главным героем сказки будет тот, кто стал первым барабанщиком весны. Молодой дятел по прозвищу Тук-Тук. Он вылупился из яйца таким носатым, что папа-дятел даже не поверил, что это его сын. Решил, что это какой-то кулик, а яйцо в гнездо было подкинуто. Услыхав это, дитлиха ужасно обиделась. Ну, надо же такое придумать, да как тебе не стыдно? Пора бы знать, что яйца в чужие гнезда подкидывают только кукушки. А на кукушонка наш сын не похож. Он вылитый ты, перышко к перышку. Ну, правда, клюв длинноват, ножки кривые, но со временем это выправится. Зато как умен, задает такие вопросы, на которые я просто не знаю, что ответить. Вот, вот он летит наш тук-тук. Сейчас он закидает тебе вопросами. Эй, эй, муженёк, куда же ты? Нечестно в трудную минуту оставлять меня одну. Мама! Мама, ты можешь мне сказать, почему деревья не ходят? Чего-чего? Ой, деревья? Да. Не знаешь. Ну, а почему зайцы не летают? Зайцы? Ну, они же такие, что... Ну, в общем, ну, такие уж они. Опять не знаешь. Ответь мне хоть на последний вопрос. Почему дятлы не могут петь, как соловьи? Ну, наверное, сынок, всё дело в длине носа. Вот в нашем роду нос самый длинный. И я хочу предупредить тебя, сынок, если ты будешь всё время что-нибудь расковыривать, стучать, долбить, нос ещё вырастет. Ты оставь свой нос в покое. Ну, зачем ты суёшь его всюду, куда не надо, даже в муравейник? Муравейник. Кому не надо, а мне надо. Интересно же, что там в муравейнике внутри? И потом муравьи съедобные. Ты что, их пробовал? Пробовал. Ой. Но главное, я сделал важное открытие. Я их хватал и ронял. И они, падая ко мне на грудь, от злости обрызгивали мне перья своей муравьиной кислотой. Мама, я стал чище, чем если бы искупался в луже. Теперь я всегда буду принимать муравьиный душ. Ах, сколько ещё мне надо узнать! Любопытный тук-тук улетал всё дальше и дальше от родительского гнезда. Гнезда, заметьте, ведь долбить дупла дятлы ещё не умели. И однажды он очутился в незнакомом лесу. Там росли обычные деревья, но зоркий глаз тук-тука заметил, что листья одной осины очень сильно дрожат, словно в лихорадке. Что с тобой, осина? Ты заболела? Может, я могу чем-нибудь помочь? Мне плохо. Мне очень плохо. Они изведут меня. Кто они? Жуки, гусеницы, личинки. Но я никого не вижу. И не увидишь. Они под корой. Я погибла. Погибла. Ни одна птица не может мне помочь. И всё же я попробую вас вылечить. Клюв-то у меня особенный. Самый длинный. Под ударами сильного длинного клюва посыпались кусочки коры, открывая вход в убежище личинок. Я хорошо победал в этот день. Болезнь осины оказалась запущенной. Операцию пришлось не раз повторять. В стволе образовалось дупло. Однако больная почувствовала себя значительно лучше и любезно предложила тук-туку поселиться в дупле, который он сам выдолбил. Милый доктор, ведь вы не досыпаете. Разве можно выспаться, если на спину всю ночь капает дождь? Конечно, приятно иметь крышу над головой. Но я боюсь вас стеснить. Ну что вы, наоборот, мне будет приятно, что мой первый квартирант сам доктор Тук-тук. Я уже рассказала своим родственникам и знакомым про молодого доктора, чей нос творит чудеса. Они все вас просят, все зовут. Вот налетит ветер и... Слышите? Слышите? Помогите! Мы вас лечим! 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 Я лечу! Я лечу к вам! Лечу! Так дятел Тук-тук стал лесной скорой помощью. Каждый день он летал по вызовам. Хорошо, что хоть по ночам не будили. Чтобы тратить меньше времени на перелеты, Тук-тук выдолбил себе новое дупло в другом конце леса. Пожил он там, поработал, А потом прилетел на старую квартиру. Залез он в дупло, И хотя там было темно, Сразу почувствовал, Что у себя дома он не один. Эй! И кто тут? Ой! Ой! Подо мной что-то шевелится. Ой! Ой! Кто-то ущипнул меня за бок. Ой-ой! Ой-ой-ой! Опять ущипнул! Да как больно! Караул убивают! Тук-тук пулей вылетел из дупла, А за ним гналась маленькая мухоловка-пеструшка. Нахал! Забрался в чужой дом, Сел моим детям на голову, Да я тебя! Но это, но это все-таки мой дом. Я тебе покажу чей дом. Она взъерошила перья, Готовясь к бою, Но тут подлетел папа мухолов И узнал дятла. Ты что, ослепла, что ли? Не видишь, на кого налетела? Ой! Теперь вижу! Извините, доктор Тук-тук! Вы никогда бы не посмели, Но нам сказали, Что вы бросили эту квартиру И живете теперь На проспекте Старых Лип. Между прочим, Мы сделали ремонт, Утеплили пол пухом. Конечно, Вы вправе нас Выставить, но... Но пожалейте наших детей, Ведь нам самим дупло не выдолбить. Сравните свой нос с нашим. Ну, однако, Ваши маленькие носы Здорово щиплются. Ладно уж, живите. Куда ж вам одеваться-то с детьми? Пришлось Тук-туку Долбить новое дупло. За работой его и застала Детлиха, Прилетевшая разыскивать пропавшего сына. Мама! Вот уж не ожидала. Как ты меня нашла? Да тебе, оказывается, Не только весь лес, Но и лягушки на болоте знают. Сорока передавала тебе В последних новостях. Забавно, а я и не слышал. Зато мы Слушали всей семьей. Наш уважаемый, Наш заслуженный, Наш известный. Вот уж не думала, Что мы на суле Тук-тук Станет лесной знаменитостью, Забудет свою родную мать. Ну что ты, ну что ты, мама? Я никого не забыл. Как поживают папа, Братишки, Сестренки. Просто мне очень некогда. Ах, значит, все долбишь и долбишь. Все для других стараешься. А надо бы о себе подумать. Следующей весной Будешь обзаводиться семьей. Ну кто полюбит Такого носатого? Между прочим, Молодая детлиха, С которой я между делом Переглядываюсь И перестукиваюсь, Не считает меня уродом. Сейчас не считает. А что она скажет весной, Когда твой нос Еще вырастет. Я улетаю, сынок, Но мой тебе совет Подумай. Ты меня убедила, мама. Хватит. Больше дупил я не долблю. Одно есть И хватит. Два дня Лил дождь. И тук-тук Отдыхал в своем новом дупле. Но когда на третье утро Он выглянул наружу, То понял, что и здесь Ему не будет покоя. Со всех сторон К нему бросились синицы, Поползни, Горехвостки, Вертишейки И зазвенели, Защебетали, Запищали. Выручь, выручь, Помоги, помоги. Тук-тук, будь, друг, Пожалей нас, как ты пожалел. Мухолов, нам негде жить. Лес большой, а то пил не хватает. Помоги, помоги. Я нашу надежду на твои великодушные сердца. Длинное, длинное. Помоги, помоги. Помоги. Не мог отказать добрый дятел Бездонной птичьей мелюзге. И опять он долбил, Лечил, Лечил и долбил, Стараясь не думать О собственном носе. Зато в лесу Не смолкал веселый шум деревьев И радостный птичий гомон. Слава доктору-исцелителю, Слава тук-туку-строителю. Спасибо от всех птенцов, Спасибо от мамы-отцов. А к осени по лесу начала кочевать Новая синичья стайка из птенцов, Выросших в дуплах квартирах. Тут были и большаки, Большие синицы, И лазоревки, В шапочках небесно-голубого цвета, И вертлявые синички-московки, И гаечки-пухляки, Серый комочек пуха На голеньких ножках. Разговор с дятлом Завел большачок. Чвик-чвик! Вот какие дела, Уважаемый тук-тук! Я и мои сестры Динь-динь и Синь-синь, Мой друг Пухляк и Свистун-поползень, Словом, вся наша разноперная компания По прозвищу веселой бродяжки, Просит вас стать нашим вожаком. Благодарю за честь. Но почему вы выбрали именно меня? Чвик-чвик! Почему? Странный вопрос. Причиной ваш удивительный нос. С тех пор веселые бродяжки Всюду сопровождали дятла. Их маленькие клювы Начисто выбирали даже Самых крохотных личинок Из оторванной дятлом коры. Однажды большачок спросил вожака. Чвик! Вы слышали, командир, Что и волгу, горяхвостку, малиновку И многих других птиц Дед Аук отослал зимовать на юг. Что-то слышал. Но со мной дедушка Аук Об этом еще не говорил. Но придется, видно, и мне Собираться в дальние страны. А мы так думаем, Зачем вам дятлу этот юг? Зимний курорт для разных мухоловов. Пусть улетают те, Кому здесь зимой нечего есть. Но вам с вашим носом Смерть от голода не грозит. А где вы, там и мы. Может, останемся? Все-таки любопытно поглядеть, Какая она такая-то зима. Конечно, любопытно. Признаться, я и сам подумывал остаться. Но одному скучно, А в компании я не прочь. И они остались. Опустевшие квартиры мухоловок Игоря Хвосток Стали синичьими общежитиями. Здесь веселые бродяжки Ночевали крыло к крылу, Хвост к хвосту. В тесноте, да не в обиде. По утрам тук-тук Будил ночлежников, Постукивая клювом по стволу. Живы ли вы, синячата? Живы, 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 живы. Но выжить было нелегко. Жуки и личинки Ушли так глубоко под кору, Что даже тук-тук Не мог их достать. Он завел себе кузницу И расклевывал своим крепким клювом Еловые шишки. Но веселым бродяжкам Не нравились еловые семена. Очень жаль, командир тук-тук, Но нам придется расстаться. Попробуем сами Отыскать себе корм. Но тут наступило время Долгих черных ночей. Самое страшное Для дневных птиц. Весь год идет борьба Дня и ночи, Тьмы и света. Летом побеждает день, Зимой ночь. Черной ночью, Забившись в дупло, Тук-тук думал О храбрых бродяжках. Что с ними, Моими маленькими друзьями? Темнота, Хуже ястреба, Навсюду От нее не спастись. Воровка ночь Крадет у нас птиц Часы света. А это ведь часы жизни. Кто не успеет За короткий зимний день Наклеваться досыта, Тот ослабеет, А слабых добивает мороз. Но вот однажды В кузницу К Тук-туку Залетел большачок. Здравствуй, Командир! Ты жив? Как я рад! А почему ты один? Наша компания Распалась. Голубые шапочки Лазоревки Откочевали на юг. Там, по слухам, Теплей сытней. Свистун поползень Отделился. Ищет свои запасы Орехи, Которые осенью Засунул в щели коры. А где твои сёстры Динь-Динь и Синь-Синь? Мои сёстры Подались в город. Там их прозвали Форточницами. Они выглядывают провизию, Которую люди Вывешивают за окно. Ну, а Пухляк? Пухляк. Пухляк был Моим лучшим другом. Маленький, А такой храбрый. Но он очень ослабел От голода. И в разведку Я полетел один. В избушке лесника В окошко смотрела девочка. Я сказал ей, Девочка, Пожалей нас, Голодных бродяжек. И хотя она не знала Синячего языка, Но меня поняла. Вынесла целую пригоршню Крошек белого хлеба. Я поклевал И полетел за Пухляком. Но он меня не дождался. Замёрз. Трудно было в ту пору птицам. Трудно было и зверям. В конце зимы Навалило столько снега, Что молодые олени Увязали в сугробах. Как-то тук-тук Увидел в снежной яме Оленёнка. Он лежал, Закрыв глаза. Погиб. А может, жив, Но так ослабел, Что не может выбраться Из белой западни. Эй, Оленёнок! А ну, поднимайся! Вставай, вставай! Нашёл время Разлёживаться. Оленёнок Не встал, Но у него Дрогнуло ухо. Значит, жив. Кому говорю? Вставай! Я не могу. Что значит не могу? Можешь, можешь, Постарайся и встанешь. Всю зиму держался И вдруг раскис. Лес ждёт весны. А ты чего ждёшь? Чтобы тебя волки съели? До весны далеко Мне не дожить. Почему ты решил, Что до весны далеко? Откуда ты знаешь, Какая она весна? Ты ведь её толком не видел. Мать рассказывала мне, Что весной поют птицы, А я их не слышу. Не надо меня обманывать. Тук-тук. И Оленёнок Снова закрыл глаза. Тук-тук Сам понимал, Что трудно поверить в весну. Морозная белая тишина Всё утонуло в снегу И ни одного поющего Птичьего голоса. Ну, почему? Ну, почему я не могу петь? Почему? Всё из-за моего Несчастного длинного носа. Укоротить бы его. Отломить бы хоть кончик. В отчаянии Дятел ударил клювом По сухому сучку. Сучок загудел. Крепкий клюв не обламывался, Хотя дятел колотил им По сучку изо всех сил. И сучок гудел, гудел. Похоже на маленький барабан. А что, если эти звуки Заменят Оленёнку птичью песню? И он поверит, Что пришла весна. И Тук-тук Принялся барабанить. Барабанил изо всех сил, Не жалея носа. Весна! Весна! Идёт весна! Встречайте весну! Из-за облаков Выглянуло солнце И улыбнулось, Разгадав хитрость Маленького барабанщика. А когда улыбается солнце, Начинают плакать сосульки. Кап-кап. Одна из ледяных сосулькиных слёз Упала на спину Оленёнку. Он вздрогнул И открыл глаза. Солнце улыбнулось Ещё веселей. А сосульки заплакали Навзрыд. На стук капели Прилетел большачок. Он начал со звонкого Выкрикать чвинь, А потом приободрился И полностью спел Весеннюю песню Большой синицы. И тогда Оленёнок Поднялся, Напрягся, Вскинул копытца И отчаянным рывком Вырвался из снежного плена. Пошатываясь на длинных Тоненьких ножках, Ещё слабый, Побрёл он под барабанную дробь Дятла Навстречу весне. А когда оленёнок скрылся, дятла окликнул спрятавшийся за стволом дуба дед-аук. Ты что это своевольничаешь, тук-тук? Кто позволил тебе распустить слухи, что идёт весна, когда до весны ещё далеко? Прости, дедушка-аук, но я же должен был спасти оленёнка. Если бы он не поверил весну, то не выбрался бы из снежной ямы. Неужели ты за это будешь меня бронить? Нет, не буду. Я даже считаю, что тебя надо наградить. Хочешь, я сделаю твой нос короче, чтобы ты мог петь? Хочешь? Ну, чего ж ты молчишь? Спасибо, дедушка-аук. Конечно, мне бы очень хотелось петь, хотя бы так задорно, как синица. О соловьином голосе я уж и не мечтаю. Но кто же тогда в лесу будет деревья лечить, дупла долбить? Мой длинный нос ещё пригодится. В лесу много хороших певцов, а доктор Деревьев и строитель птичьих квартир я один. Верно, верно. В лесу много певцов, а вот барабанщиков пока нет. Сегодня твоя барабанная дробь была для лесного народа первым сигналом весны. И лес этого не забудет. Позвал дед-аук дятла к себе в кладовую, где хранились самые тонкие в мире паутинные нити. Лак для панцирей жуков, смола, целебные травы, пудра для крыльев бабочек, краски. Обмакнул дед-аук палец в красную краску и приложил его к голове дятла. Вот так. Барабанщику весны полагается красная шапочка. Но тук-тук от смущения неловко повернулся, и красная шапочка сползла на затылок. А потом сорока объявила в новостях. Трррр-так-так-так-так-так-так, слушайте все, слушайте все. Красную шапочку, длинный нос и цепкие коготки у нас следуют и сыновья, и внуки, и внуки внуков тук-тука. Такова боля деда-аука. Все они будут весенними барабанщиками, докторами деревьев и строителями птичьих квартир. И так будет всегда, пока стоит лес. Тррр-так-так-так-так-так. Вот почему каждый год в конце зимы Мы радуемся и волнуемся, услышав барабанную дробь дятла Она говорит всем, и людям, и птицам, и зверям, оленятам, синичкам Да всем-всем, кто соскучился по солнцу, кто устал и ослабел за зиму Нельзя сдаваться, держитесь, скоро весна Она проснется, обязательно проснется Она уже пробудилась, она уже идет И весна в самом деле приходит И все дятлы в лесу встречают ее барабанными раскатами Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слушали сказку писательницы Надежды Надеждиной Первый барабанщик весны Редактор Александр Дитрих Режиссер Владимир Шведов В передаче принимали участие заслуженные артисты РСФСР Ирина Потоцкая, Елена Миллиотти, Александр Михайлов Артисты Агарь Власова, Ирина Солонина, Зинаида Андреева, Алексей Кузнецов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова